Одно из дел Тихона Апокалипсиса дошло до суда. Напомним, неоднократно судимого 42-летнего жителя Томска задержали в августе прошлого года по подозрению в вымогательстве и похищении человека. Мужчину арестовали и поместили в следственный изолятор. Но будучи уже под наблюдением стражи порядка, Апокалипсис смог заработать еще два уголовных дела. Елена Веселова знает за что. Деньги за что вымогали? Я не вымогал. Как я могу вымогать с кого-то деньги? Большую славу 42-летний житель Томска Тихон Апокалипсис заработал в августе прошлого года. Как предполагает следствие, он и еще четыре человека причастны к вымогательству и похищению казанского предпринимателя. До этого потерпевший договорился с ними о реализации табачных изделий. Но узнав, что будущие партнеры связаны с криминалом, прервал все контакты. Такую выходку ему не простили. Похитив молодого человека, злоумышленники избивали его. И угрожая убийство, вымогали 950 тысяч рублей. 9 августа примерно в 11 часов автомобиль преступников был обнаружен у дома 20 по улице Завойского. При задержании данные лица пытались скрыться с места преступления. Но благодаря грамотным действиям сотрудников полиции были задержаны. Заложник освобожден. Сейчас большинство задержанных в ожидании судебного заседания находятся под стражей. Одного из них как раз Тихона Апокалипсиса следствие и считает организатором. За плечами мужчины богат и криминальный опыт. Он судим за побои, угрозы убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, угон, хулиганство и применение насилия в отношении представителей власти. Будучи уже арестованным, подсудимый умудрился заработать еще два уголовных дела. Сначала он напал на сотрудника следственного изолятора, а спустя месяц нецензурно обругал старшего помощника прокурора советского района. Сам Апокалипсис в емкой форме в зале суда описал все, что об этом думает. Беспредел. Беспредел. Администрации издеваются над людьми. За эти два эпизода в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Оскорбление представителя власти и дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». Сегодня по этому делу был дан старт. Следующее судебное заседание состоится 11 апреля. Дела о похищении и вымогательстве пока еще расследуются. Елена Веселова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.